Симбирская Чувашская учительская школа – одно из величайших детищ просветителя чувашского народа, педагога, создателя современной чувашской письменности Ивана Яковлева. Это было первое учебное заведение, в котором вели подготовку сельских чувашских учителей. В этом году исполнилось 155 лет со дня ее основания. Дата основания, дата, когда начала школу функционировать, это 28 октября 1868 года. Именно в этот день до города Симбирска добрался Алексей Рикеев. Это односельчанин самого Ивана Яковлева из села Кошкино-Ватимбаева. Это стал первый ученик будущей Симбирской Чувашской учительской школы. Иван Яковлев взял над ним шефство, начал помогать ему при поступлении в то самое Симбирское уездное училище. В 1871 году Министерство народного просвещения Российской империи выдало официальный статус Симбирско-Чувашской школе. В 1876 году было приобретено для школы двухэтажное каменное здание, где сейчас находится музей Симбирско-Чувашская школа, квартира Яковлева. Предметы обучения включали не только традиционные школьные предметы, такие как русский язык и алгебру, историю, географию, но и сельское хозяйство, физический труд, в столярной и токарной мастерской, в поле, огороде и саду, пение и скрипичную игру. Что и отличало, ведь школа была для крестьянских детей. И сюда принимались именно крестьянские дети. И вот, например, такой отличительной чертой, например, в отличие от гимназии, здесь не требовалось какой-то специальной формы. То есть ученики приезжали в том, что у них была обычно крестьянская одежда, рубахи, лапти. Ну, на смену могли взять еще пару лаптей, чтобы, конечно, поменять их в течение какого-то времени. И, конечно, на первых фотографиях Симбирско-Чувашской школы можно увидеть учеников именно в крестьянской одежде. Школа была известна не только своими образовательными достижениями, но и особым духом и атмосферой. Она напоминала дом, семью. По словам методиста Музея-заповедника Родина Ленина, такая атмосфера сохранялась вплоть до закрытия школы в 1956 году. В честь знаменательной даты Музей Симбирско-Чувашской школы по традиции встречал гостей. В этот раз его посетили сестры Александра Петровна Казакова, руководитель Чувашской национальной автономии «Атал» из Сызрани, и Надежда Петровна Назарова. Как оказалось, их мама Ольга Васильевна Рускова в 1940 году была выпускницей Ульяновского педагогического училища имени Яковлева. В фондах Музея-заповедника Родина Ленина хранится фотография данного выпуска, где мы можем увидеть портрет юной Ольги Русковой. Сестры рассказали о своей семье и маме. Вот мы такие молодые. Мама, папа, брат в середине и три сестры. Надежда, Людмила и Александра. Мама проработала почти 30 лет в педагогике. Сделала семь выпусков. Также в мероприятии участвовали представители Ульяновской областной Чувашской национально-культурной автономии. Ирина Антонова, Бахтияр Салтанов, Уллправда ТВ.